спа довольно интересная трасса самая длинная в калитаре формула 1 и в этом этапе у нас будет также еще и дождь впервые нарезается дождевая гонка конечно у нас были квалификации в дождь но тут были пару раз только в этот раз уже и гонка будет дождь а то я думал уже как-то странно что у нас не было гонки в дождь по поводу квалификации она не совсем вся в дождь проходила первый сегмент был сухой во втором нас уже полил ливень ну а в третьем сегменте трасса мгновенно почти высохла и уже после первой убытки можно было приходить на суперсофт но я не успел создать крупно стильках по итогу только 9 но окей принципе можем прорваться на трассе потому что у нас хорошая динамика у нас хороший двигатель более-менее уже можно сказать хороший шоссе что очень значим для этой трассы ну и плюс дождь так что все по сути нам идет на руку то что я думаю спокойно сможем прорваться с девятой на первую позицию и побороться за нее уже может с сироткином ну и переходим к стартовой решетки где у нас первый сергей сироткин выиграл квалификацию что очень хорошо уже как по мне второй льюис хэмпин третий себастьян 4 кимми рэкнин 5 из банк он 6 вальтери ботус 7 рикардо 8 маркс эриксон 9 и 10 шальдиклер такая у нас топ десятка интересная ферстаппин у нас вылетел во втором сегменте что довольно так интересно ну и сироткин наконец-то выиграл первую квалификацию и это означает то что болит нас работает неплохо также заметил то что что-то последнее время боты и особо штрафов не берут вот магнус взял только штрафы все то раньше кучи просто брали штрафы и там по шесть гонщиков спокойно уже уходили в конец пелотона тут уж как-то так получилось по поводу стратегии и как таковой конкретно нету потому что у нас будет все таки то что переходящий в легкий дождь потом уже трасса будет подсыхать и поэтому последние круги будут на сликах скорее всего ну и переходим к старту старт был дан я неплохо срываюсь с места тут же прохожу эликс на слева рекиарду тоже пытаюсь догнать ну и выхожу на внутрь часть поворота где пост начинаю оттормаживаться из-за чего врезаюсь в фетли ничего себе не ломаю не ломаю ничего фетли но мы вытесняем райканина из-за того что мы шли втроем просто в поворот из-за чего у нас выехала машина безопасности почему она выехала потому что райкан свернул влево на обочине и встал почему-то вот по итогу из-за этого машина виртуальной безопасности и соответственно эту часть трассы мы половину где-то проехали под дней ну и за счет этого и также сирокин с хэмилтоном успели оторваться собственно все это выглядело ну и просто ракин свернул налево и все это должно пока проехать весь пилотон на следующем круге уже меня пытались атаковать сразу ботас и окон у окона это почти вышло но я слишком заузил траекторию вхождение поворота и из-за чего его развернул в пошли суви из-за этого замедлился феттель ну а уже ферстайпин точнее это рекиард не успел замедлиться из-за этого повредился передним антикрылом что примечательное он с этим передним поврежденным антикрылом будет ехать большую часть дистанции до своего пит-стопа из-за чего он соберет просто большую кучу болидов позади себя с хэмилтоном я разобрался ближе к автобусной остановке на прямой скоростной я не решался это делать потому что слишком опасно потому что я могу просто по им вылететь него и мы просто вылетел оба с ним все таки сейчас что венгрии уже сошел так что лучше здесь не сходить быстро догнал все роткина я начал уже думать где я буду обходить в поворотах не будут просто большое преимущество я просто смог подлететь к болиду и остаться за ним позади но сироткин довольно интересные движения совершит в эске после скоростного левого длительного поворота он почему-то решит сместиться и мне больше показалось то что это больше выглядел как тимурдер то есть будто им сказали типа пропусти позади идущийся с командника из-за чего я врезаю с него потому что по внешней хоть пойти пытаться пройти из этого я теряю левую часть предельного немного также хамильтона тут же догоняет из-за чего он тут же проходит сироткина и я также помешал сироткин нормально пройти поворот вот этому этому обратился больше хамильтон потому что он тут же прошел сироткина и уже на прямой думал пытался меня как-то опередить но там не было особого места потому что опять же вот дождь довольно опасный вариант опережать на данный скоростной прямой все-таки велик шанс того что можно просто вылететь с гонки но по сути из-за того что я заехал на присток хамильтон входит на первое место я же возвращаюсь в гонку прямо позади рикьярда который собрал позади себя пилотон из-за сломанного переднего текала ну и в принципе на прямой после красной воды уже опередил тут же его начали проходить и лихлер позади и также force india начинал пытался пройти его по итогу стал перспокойно прошел и я отправился за двумя идущими впереди где был ферстаппин и эриксон тех двое которые прорвались из этого пилотона небольшого также уже позади прорвался еще и фронтика перес ну и по итогу опять же та же самая ситуация ферстаппином я не решаюсь его перейдить на данном скоростном участке потому что я окей я быстрее него но место здесь опередить нету по сухой погоде еще да но мокрую нет никогда это слишком опасно причем запомните мои слова и вы увидите просто место где решил опередить ферстаппина то есть прокатавшись за ним есть третий сектор и за эриксоном которого сдерживал по сути ферстаппин но ферстаппин как-то не решался его перейдить дождь в принципе вообще будут как-то нерешительные порой то есть они решаются почему-то опережать ну и собственно вот по сути быстро выхожу вместе с ферстаппином также их сын бог оторвался ну и красная вода да я решил пройти в красной воде логика то есть не хотел выходить на скоростной прямой обратный идущий к старту но в красной воде самое то место для опережения из-за чего я еще хреново вышел с дрифтом до на прямой и все-таки у него не было шансов не обогнать с эриксом я попытался проделать движение в виде окона но решу все-таки сбросить потому что ну плохо для меня и него закончится ехать на пистол параде второго антикрова мне как-то не сильно грел желание потом боты уже поехали на свои пистопы запланированы на 10 нас кругу ну и за счет этого я вышел уже в лидеры хамильтон пытался меня атаковать в этом повороте но две-три попытки были все безуспешные что меня не радовало ну и конечно же фетры который сошел нас к сожалению по параллельно с двс потом на четверг я что-то отвлекся и повезло я отловил машину но меня прошел хамильтон и пришлось уже за ним гнаться также у нас потихоньку уже дождь начинал заканчиваться и за счет этого темп потихоньку возрастал также потихоньку расходовал топливо трудно экономил за это время на машину безопасности виртуальной ну и вот напрямую собственно без каких-либо проблем за счет слепстрима догоняю и обхожу по внешней траектории потому что по внутренней то боты уже решили просто оттормаживаться видать увидели то что я делал с чекоперецом или оконом да оконом который меня пытался так что решились просто оттормаживаться до семнадцатургу у нас разрешено уже было исправить трес из-за чего я сразу же сказал своему механику что я буду возвращаться на песок потому что этот шанс просто у меня есть лики и просто кучу времени сразу отыграть потому что слики будут данный момент уже работать если бы я это сделал позже раньше скорее всего я просто бы плавал бы и не мог нормально бы ехать но боты решили почему-то на следующем кругу заехать хотя если поменял бы все таки вот на этом кругу как я резину то скорее всего подиум был бы за нами ну в принципе окей у него еще есть шансы побороться с льюисом но все-таки гарантийный вариант на сликах проехать почему бы и нет возвращаясь я все-таки перед пересом потому что разрыв был просто дикий опять же из-за того же рикардо который сдерживал большую часть пелотона кто-то там также ехал за ферстаппином и эриксоном и тому подобное ну и его собственно пистопы я отыграл просто кучу времени по отношению к моему лучшему кругу кто был проехал на промежутке всего лишь 8 секунд проигрыша а на пистоп я проиграл много больше соответственно из-за того что все поехали на пистопы я вышел на первую позицию потому что ну я просто время кучу отыграл опять же ну и собственно таким так выдался конечно немножко поначалу он был так сказать грязным потому что я выбил гимми сначала из-за того что мы втроем вошли в поворот я выбил окона из-за того что он решил по внутренней части поворота пройти меня но к сожалению да я закрыл просто калитку и из этого вот так получилось так же из этого рикардо пострадал но и имеем что имеем по итогу я на первом месте вторую смеюсь их третий сирот если бы сирот не сделал то самое движение в скоростной навязки когда зачем-то пришли по внешке проходите не по внутренней то я буду финиш вы на 1 2 позиции собственной кими у нас так и не смог провоться с конца суп подтверждает мои слова то что борьбы особо не было все ехали друг за дружку в этом пилотоне может быть там кто-то кого-то пытался пройти не более в турнире зачете у нас продолжается та же история у нас с сироткиным и в кубке конструкторов мы также продолжаем лидировать по контактам было особо много по большей части они были в начале да и не более в соперничестве льюис я выигрываю ну а сироткин с следующего этапа я думаю что выигрывать собираем ресурсы которые вы можете потратить наконец-то продолжать шасси поградить и со следующего этапа привезут просто кучу агридов опять же это будет опять же связано с понижением расхода топлива большое обновление также обновление связано с распределением веса то есть надо сейчас работать в этом плане потому что болит пусть имеет довольно уже неплохо сниженный вес но нужно работать над распределением чтобы распределялся вес ровно по машине также думал взять модификации связано с ерс но потом подумал то что окей лучше оставлю себе очки на будущий этап вдруг у нас опять же регламент том что обычно лежит мозе как раз будет известно будет его меняться или нет для тебя с вами warhammer подписывайтесь на канал ставьте лайки и до скорых встречах пока пока